Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Новый скандал, новый просто скандал с участием Соловьева. Да, я думаю, что он вообще никогда не выберется из этого. Значит, посмотрите вот эту фотографию. На этой фотографии изображен Соловьев со своим кулаком, который владеет определенной техникой удар-помета. Значит, и слева девушка из Америки, русская девушка, которая, собственно говоря, в ТикТоке совершенно никак не связана с Соловьевым, рассказала о том, как помогает государство США своим гражданам, выплачивая по 500 долларов, в неделю 600 долларов, там в неделю единовременно 1200 долларов для тех, у кого заработок менее 75 тысяч долларов в год, кто платил налоги. Налоги платят практически все, и заработок 75 тысяч долларов довольно высокий доход. У кого это выше среднего, считается даже в Нью-Йорке, и у кого выше, те либо не нуждаются в доплатах, либо совершенно не теряли работу, да, и так далее. Продуктовые наборы, которые раздаются, даже в, так скажем, самых зараженных районах люди могут выйти гулять, и их никто не будет за это штрафовать, и так далее. Соловьев взбесился из-за видео о помощи людям в США, он его где-то нашел на ТикТоке, я не знаю, попросил его вывести, там длительное видео, я, к сожалению, не смогу вам полностью все это поставить, иначе этого видео вы просто не увидите, потому что ТикТок этой девушки странным образом был заблокирован, после того, как Соловьев его разобрал, я не знаю, как Соловьев относится, ТикТок это вообще китайская социальная сеть, но выжимками я вам поставлю, сейчас будет разбор Соловьева, Соловьевым ее, так сказать, видео, но прежде чем, я скажу, Соловьев взбесился из-за видео о помощи людям в США, но у дурочки из ТикТок был готов достойный ответ, она по пунктам ответила, почему Соловьев не прав, и почему он дает дезинформацию, как она считает. Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал русскую девушку из Нью-Йорка за видео в ТикТок, за попытку рассказать, как власти США помогают людям во время пандемии, журналист назвал ее радостной дурочкой, ее рассказ бредом, но у девушки по имени Лера был готов для него ответ, и даже бан в ТикТок ее не остановил, то есть она сняла видео, выложила его, конечно, это видео никто не увидит, ее доводы никто не увидит, нужно было только исключительно лишь, чтобы в шоу Соловьева, я называю это шоу, по-другому никак невозможно уже назвать, где участвуют Мясников, он, значит, два корешка, Соловьев что делает? Он просто-напросто разбирает это, причем он делает на Ютьюбе, понимаете, в чем дело, он уже переселился, он понимает, что телек уже никому нахрен не нужен, он это делает на Ютьюбе. Вся фишка в том, что нужно было показать, что там плохо, там загнивающий Запад и Америка, ну, две виллы в Италии, конечно, не в счет у него, это просто так, он купил деньги вложить в загнивающий, он же не на Алтае купил, а в Италии почему-то, да, то есть вот эта вот рассогласованность, да, покупаем виллы в Европе, загнивающий Запад, люди, малышево, за которые наступился, покупают дома в Америке, опять-таки, ну, не в Оренбургской же где-нибудь области, да, или в Мурманской, а в Америке, но там все плохо. Почему? Дети малыши учатся в Америке, но там все плохо. Может быть, нужно просто пойти показать нам в конце концов, что там все плохо, а может быть, на самом деле, это просто фантастика. Вот вам нужно видео посмотреть, чтобы понять. Значит, прежде чем я скажу, ответ на нападки Соловьева появился в издании «Открытые медиа» 20 мая, блогерши из TikTok под ником American Princess решила прояснить ситуацию. Девушка по имени Лера объяснила, что просто записала видео о раздаче продуктов в Нью-Йорке. Она говорит, я не пыталась с кем-то спорить, откопали мое видео и проехались по мне катком. Ролики о жизни в США в ее аккаунте много, но именно из-за этого видео я ей ответил Соловьев. Ну, понятно, почему. Нужно же показать, что не может быть там все так хорошо, а у нас вот, ну, никакой совершенно помощь. Хотя мы это все понимаем. Он обвинил девушку во лжи и на протяжении всего выпуска Соловьев Лайф называл ее глупой. Какое право? Я еще раз спрашиваю, какое право? Он-то имеет оскорблять всех подряд. Он уже всех оскорбляет. Он уткину обещал засунуть голову в задницу. Берет девушку, называет ее глупой дурочкой. Это вообще как? Это нормальная вообще ситуация? Он продолжает вести программы. Более 200 тысяч подписей, петиции, чтобы его не пускать в Европу, США убрать с телеканалов. Там 120 тысяч. Ни с телеканалов не убирают. Ну, это просто фантастика. Уже люди говорят, слушай, хорош, хорош уже, все уже. Я не знаю. А это, понимаете, а этот вот продолжает работать, этот вот маховик. Он уже не приносит необходимого результата. Поэтому, наверное, все нужно, все более жесткая, жесткая, громкая риторика. Понимаете, в чем дело? Для того, чтобы обратить на себя внимание. Как одна женщина написала, жалко его язык. Столько лизать, что... Ну, вы поняли, да? Значит, россиянка, которая рассказывает нам, как хорошо в Америке, как она счастлива, как всем раздают деньги. Посмотрите на эту радостную дурочку. Девочка оказалась обычной лагуней и думает, что заработает себе какие-то очки. Это говорит Соловьев. Я вам предлагаю небольшой фрагмент. Здесь довольно длительный. Я, вы знаете, оставлю внизу в описании или в первом комментарии под этим видео ссылку. Вы сможете зайти и посмотреть, значит, соответственно, вот этот момент. А здесь вот небольшой кусочек. Я постараюсь, знаете, чтобы побольше было, разбить на несколько кусочков. Давайте первые из них посмотрим. Может быть, она россиянка, которая рассказывает нам, как хорошо в Америке, как она счастлива, как всем раздают деньги. Посмотрите на эту радостную дурочку. Мы жители Америки, государство выплатило 1200 долларов и собирается выплатить еще две. Ну вот, а это пусть будет первый кусочек небольшой, значит, здесь видно, что девушка просто рассказывает о том, действительно, какая поддержка, какая помощь была. Как реагирует Соловьё в своем репертуаре? Давайте еще один, посмотрим момент. Еле затащили эти продукты, они заняли пол багажника. Итак, начнем. Молоко 4 литра, вкусняшки, огромная коробка, получив всяких консервов. Вкусняшки, это сложно, это тоже все-таки... Обратите внимание, да? Что все это, вежливо говоря, то, что, как правило, раздают нищим. То есть это, а, не самого высокого качества, это правило, если честно, она не показывает сургодность. Мысль будет, понимаете. Попытка всяческим образом выставить, так сказать, что там ничего нет. После эфира Соловьева аккаунт Американ Принцесс ТикТок почему-то был забанен, но девушка все равно решила ответить на обвинение. Лера вместе с своим мужем Антоном настаивает, что в видео не было никакой лжи. Все данные не брали из местных источников или узнавали у социальных работников. Хотя девушка считает, что к такому простому видео было слишком много претензий. Она вообще не понимает, зачем она его взяла. Давайте еще вас смотрим маленький кусочек. Напомню, мы не граждане США. И вот это все тут может получить каждый. После просмотра данного видео мои волосы встали дыбом. 27 миллионов человек выброшены. Мне стало жутко обидно за страну, где я живу. А за страну, где я родилась, стало обидно и стыдно еще больше. Либо осознанно врет, либо ничего не понимает. Она может передавить свою страховочку? Дальше. Это ее на месте. 1200 долларов выдали на одного семьи, же получили 2900. Стоп, 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 мы уже сами тоже разбирали, что это уже вранье. Но мне начали приезжать введение в том, что я в своем видео из TikTok не привела каких-то доказательств. О чем-то не упомянул. Извините, но это абсурд. Открытые медиа публикуют ее ответ. Давайте тоже посмотрим маленький кусочек из этого видео. Вот он. Вчера хотим сказать, что эти продукты выдаются всем, кому не нужны. И что эти пункты развернуты в связи с коронавирусом для помощи обычным людям. Не бомжам и не малоимущим. А также, что самое интересное, всю эту информацию вы можете найти на сайтах Нью-Йорка. Но вам, конечно же, об этом никто ничего не скажет. То есть смысл видео заключается в том, что они действительно подходили к социальным работникам и действительно узнавали. То есть Соловьев пытался сказать, что там продукты, которые раздают, они для бомжей. Поэтому срок годности специально не показывают. Она говорит, что я вообще это комментировать не буду, потому что это просто такой бред. Потому что мы подходили к социальным работникам в США. Они просто не знают вообще, как можно раздавать продукты с истекшим сроком годности даже бомжам. Вы понимаете, это у нас, наверное, возможно. Соловьев об этом знает. Но зачем обслуживать так? Зачем так делать? Вот так вот, понимаете? Когда ты понимаешь, что ты несешь. Ихиней. Посмотрите еще кусочек из ответа, Леры. Я имела в виду, что вот этих денег достаточно, чтобы переждать пандемию. Ну вот еще небольшой фрагмент. Лера и Антон подробно объясняли, по какому принципу дают деньги в Нью-Йорке. По их словам, по-моему, выплаты государства могли арендодатели. Многие либо совсем отменили плату за жилье, либо сделали скидку на аренду значительную. Выплата же 1200 долларов положена всем, чей доход не выше 75 тысяч долларов в год и кто платил налоги. А так как платят все и доход не выше 75 тысяч долларов, это достаточно внушительный. То есть еще по 2000 выплатят и по 500 долларов в неделю, да? Я имела в виду, что этих денег достаточно, чтобы переждать пандемию. Или вы со мной не согласны? Я согласен. Кроме того, девушка объяснила, что не отрицала, что штрафы за несоблюдение карантина в США действительно есть. Но они касаются только тех, кто болен коронавирусом. Знает о своем диагнозе и выходит на улицу. В итоге, в течение видео Лера ответила по всем пунктам, по которым ее обвинили во лжи. Но этого же, конечно, Соловьев у себя в программе не покажет. Значит, впрочем, пишет, жесткая критика со стороны Владимира Соловьева становится обычным делом. Можно сказать, что Лере из ТикТок даже повезло оказаться всего лишь дурочкой. Ведь для других своих оппонентов ведущий выбирал обвинение куда оскорбительнее. Особенно для Василия Уткина. Значит, вы знаете, я считаю, что это абсолютно уже неприемлемо. Это, еще раз скажу, внизу, в первом комментарии я свой же комментарий закреплю. Я постараюсь ссылочки оставить и на разбор Соловьева, и на ответ вот этой девушки. Посмотрите, не поленитесь, посмотрите. Это крайне захватывающее зрелище. Я хочу сказать, что когда уже... Что еще нужно сделать общественности? Что еще нужно сделать, я не понимаю. Подписать какую петицию? Чтобы 145 миллионов человек подписали петицию? Соловьев говорит, меня не интересует это вообще, ну, вообще, он говорит, не интересует. То есть мнение людей вообще не интересует. Вопреки всяческому мнению людей, он выискивает, посмотрите, видео выискать на ТикТоке, где девушка расскажет, как государство помогает США людям, и взять это видео в отрыве, оскорбить ее всячески, да? И еще девчонка молодец, она ответила по всем пунктам, по всем пунктам ответила. Его это, конечно, не вставляет. И на вот этом сделать себе передачу, сделать себе контент, и противопоставить, опять-таки, Россию, которая якобы все делает, и попытаться развеять, так сказать, ту правду, которую говорит девушка о помощи в США. Я считаю, что это просто абсурд. Если там это есть, ну, и я рад за этих людей, что там это есть. Я считаю, что нам-то надо было бы равняться, по идее. Но если у нас нет финансовых ресурсов, потому что мы 20 лет продаем, значит, энергоносители, так скажем, куда-то там, да, или там в Европу, еще куда-то. По всей стране, по всему миру продаем, но у нас возможности собственным гражданам помочь нет. Ну, наверное, потому что у нас Газпром национальное достояние. Или, может быть, Соловьев у нас национальное достояние с двумя охранниками ходит. Я думаю, что он же не сам им платит, да, тоже, наверное, из бюджета берет деньги. Так вот, я хочу сказать, что это просто фантастика. Посмотрите, еще раз скажу, видео. И его полностью, потому что мои нарезки, они малоинформативны. И ее ответ. Вы увидите, что девчонка вполне вменяемая и все четко отвечает. Нет слов, просто нет слов, ребят. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому нравится. Всем пока, ребят. До встречи.